Окей, ну хорошо, мы продолжаем наши занятия, взбираем статью, которая, в общем, имеет отношение к бешвату, к еде, поеданию пирот, фруктов, ну и как бы так дальше. Ну хорошо, продолжаем, да? Окей. Ну и как говорится, у человека есть некоторая задача, вызов, есть Ну имеется в виду, наверное, вообще есть все, что он ест тем и идеалистическим способом, который объясняется в Торе в виде поедания фруктов. Наверное, имеется в виду не фруктов, а вот этих плодов, о которых говорится в главе Береши, о которых сказано Адаму. Да, плодов лучше, фруктов – это такое слово, не очень правильно. Типа ананасы ешь, рябчиков жуй, ток. Ну хорошо. И вот по словам мудрецов. Что в будущем человек даст, как бы, отчет по поводу того, Митпашим кетвияла Адам Мита. Ну была идея в том, что человек, и вот с него спросятся, если он что-то такое не доел. Мог съесть и не съел. Да, такая идея. Но это как бы объясняется так, что это требование или упрек человека, что он не был достаточно, был возвышенным, не знаю, но святым как-то по-русски было, для того, чтобы есть от всего. То есть мог есть и не ел. Но имеется в виду, опять же, еда от разрешенного. То есть как бы шримсы, то, что называют, сразу не разрешены. И вот на фоне этих высказываний, этих рассуждений становится очень понятна такая странная история, которая приводится в Масахетхулин. Это жена одного Амура, Рафнахмана. Она ему сказала. Ну, наверное, идея такая, что все, что нам Всевышний запретил, он в каком-то виде разрешил. Нет, он дал разрешенный аналог тому, что он... Да, 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 да. Ну, сейчас будет история с выменем и так дальше. Я не буду ранее читать на арамике, а буду то, что в скоклах сразу на иврите. Асар лану дам, итир лану каве. Ну, то есть запретил нам кровь, разрешил нам каве то, что печень. Вот это не да, дам, таор. Вот это я, честно говоря, не очень понял. Причем тут не да и дам, таор. А что с чистой кровью, как бы? Может быть, имеется в виду просто, что женщина запрещена в нечистые дни, разрешена в чистые? Ну да, то есть как бы не в том случае, что чистую кровь можно пить в холле. Не в этом идея. Ну да, что-то запретил, а что-то разрешил на эту тему. Халафе, БМА, ну вот как это, туковый жир или что-то? В общем, это какой-то жир этих самых животных запретил, а хая разрешил. Чем отличается БМА от хая? Ну, БМА обычно это домашнее животное, хая это дикое. Ну, в общем, как бы идея понятная, толкости я не очень понимаю. Про хазира я не очень понял. Про хазира я не очень понял. Свиняя запрещена, а что запрещено на тему хазира, не очень понял. Чей-то мозг разрешен. Кто? Чей-то мозг разрешен. Моха, это же мозг. А, ну может быть мозг этой свиньи, не знаю. Ну не знаю. Нехамы не хватает. Нехамы, да, но вот тут в этот момент сейчас Нехамы не хватает 100%. Ну и дальше тут приводятся такие, как бы, пары. Эшетыш, замужняя жена запрещена. С другой стороны, вот этот Ебум, ну сейчас Ебум не разрешен, а раньше как бы Ебум, то, что в книге Рута описывается, по-русски это называется таким странным словом, левиатарный брак, потому что человек должен жениться на овдовевшей жене своего брата, чтобы как бы потомство оставалось, продолжалось и так дальше. Нет, только здесь Ебум разрешен параллельно жене брата, а то, что жена ближнего Эшетыш, груша, бахаей бала, разрешена, разведенная женщина. Да, да. Кутит Яфа Тор. Ну, это тоже известно. Эшет Яфа Тор, которая запрещена. Опять то, что написано. Ну, не знаю, может быть, тут еще примеры были. Эшет Яфа Тор, я тоже не очень понимаю, что это разрешено. Нет, наверное, Кутит – это не еврейка, да? Ну, да. Но это, наверное, Эшет Яфа Тор, эта идея про войну, когда человеку разрешена, Эшет Яфа Тор. То есть, Эшет Яфа Тор по народу. Но, как бы, все эти примеры, они, в общем, за исключением в имени, может быть, не знают, они мало релевантны с сегодняшний день. То есть, как бы, принцип, он, в общем, логика, она понятна. Их прикладное приложение в современном мире, оно, как бы, непонятно. Ну, в общем, понятно по поводу Басар-Бахалав, что нельзя есть Басар-Бахалав. То есть, принято, как бы, сейчас у Ашкиназов, сейчас вообще в Северной Алаке, Ашкиназов в 6 часов, у Северной Алаке в 3 часа, и там еще и всякие у отдельных, в общем, по-разному. Ну, так вот, он ей сказал, что, на самом деле, вместе точно есть с ней, да. Ну, а он ей сказал, что, может, есть вымя, а, как бы, вымя подразумевает, что в каком-то смысле Басар-Бахалав. Да? Окей. Значит, меня это очень убеждало. Нет, но все, прочитаем дальше. Она ему сказала ряд вот этих аналогов запрещенных вещей и спросила, а что делать, если я хочу есть мясо с молоком? И он ей ответил, приготовьте ей вымя. Ну, да. Я идею, как бы, понял, но сама, как бы, концепция меня, честно говоря, не слишком привлекает. Ну, есть вещи запрещенные. Здесь запрещенные. В другом месте Рапшерке пишет, ну, тоже пересказывал мудрецов, которые говорят, почему это нельзя. Человек отвечает. Потому что так, царь так приказал. Человеку неправильно говорить, я не хочу есть свинину. Почему? Потому что она отвратительная. Это неправильно так говорит. Потому что, наверное, она очень вкусная. Человек говорит, я не потому что она мне противна, а потому что... Потому что не запретили, другого ответа нет. А здесь, как бы, не знаю, немножко... Нет, ну, изначально-то мы начали вот эту всю статью про Дубешва. Там сказано, что человек должен будет дать ответ за все, что не попробовал. Поскольку адаму сказано, от всякого дерева ешь, а то, что сказано, от древа познания добра не ешь. Да-да-да. Там есть условия, когда ты должен в итоге будешь его съесть. И здесь вот уже идет детализация, что есть также разные запрещенные вещи. Но есть такой аналог, который как бы их переводит в ранг разрешенных. То есть здесь вот основная задача, как съесть все. Ну да, окей, беседа. Окей, беседа. Ли хора, мара, ата, илта, лаитовод, лаебаса, бахалав. Ну, Рафрик спрашивает, обязательно то же самое, что спрашивала я. Ну, как бы, казалось бы, что видит эта илта, которая пшена раби Нахмана, да, которому же так захотелось бахалав. То есть есть мясное с молочной. И вообще, как бы, представить некоторый список запрещенных вещей. о том, что их вкус практически запрещен. Тамамки там, да, которые запрещены. Список разрешенных вещей, вкус которых как у запрещенных. Да, 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 правильно, правильно. И что видел, как бы, зачем нам Талмуд вообще про это рассказывал. А вот эта вот Илта, она не потому, что она такая, в общем, была, я от себя добавляю, любительность земных наслаждений. Потому что она как бы хотелось докопаться до сущности. Она была идеалисткой. Будет какая-то вещь, которая находится вне как бы общего божественного хозяйства, так бы я сказал. И его невозможно никак изменить. И поэтому считалось, что на каждый из сур, на каждое запрещение, нужна какая-то параллель, которая в каком-то виде это разрешает. Для того, чтобы не было как бы выпада из общей системы. И вот такой подход, он показывает нам, что, или призван показать, что нету абсолютного зла в действительности. То есть, ну, в каком-то смысле нету, я от себя добавляю, что нету, наверное, какого-то абсолютного исключения. Я хотел таким макаром, таким макаром это я добавил, найти какой-то способ поднять даже вот вкус басар бы хала. Это на тему вымене, да. Ну, здесь Раф, значит, дальше проводит, подчеркивает опять свою центральную как бы линию и, ну, как бы представляет нам ее как центральную линию, как вообще мудрецов иудаизма. Что вся идея, что нам это рассказ, для чего? Для того, чтобы показать, что смысл жизни человека заключается в том, чтобы, ну, как бы возносить или облагораживать, вот, облагораживать действительность, а не удаляться от нее. Вот такой подход этой самой Ильты является прямым следствием веры в единство сотворенного нами. Единство сотворившего все, скажем так. Если человек верит в то, что есть только один мух. Его мир не может быть разделен, расщеплен пополам. И поэтому не может быть ситуации, когда существует разрыв между миром духовным и миром материальным. Как это по теории или как это представляется спиритуалистом? Которые являются или представляют собой духовных людей, которым обрыд этот мир. Хорошо. Ну, Андрей, наверное, есть еще и желающий читать. Пожалуйста, мы можем все читать по очереди. У нас типа хевруты. Но пока никто больше не вызывается. Наверное, следующий Андрей. Правильно я понимаю? Да, тогда я продолжу. Или есть какие-то вопросы? Народу все понятно. Мне написано, что непонятно. Ну, несовершенно. А что тебе непонятно? Может, мы разберемся? Я читаю «Душа ватэва». Понятно, что когда надо выставить какую-то концепцию, скажем, или идею, то выбирают то, что подходит. Там как бы такая идея была о том, что борьба ЕСРТОВ и ЕСРА, когда речь шла про ИСУР и запрещение, вот такая центральная тема о том, что я уже как бы часто говорил, что человек неправильно, когда человек говорит, что мне не хочется что-то, и дальше идет запрещенное. Почему? Потому что это вообще такая гадость, что про это вообще можно подумать. Потому что это как бы никакого смысла в ИСУРе нет, насколько я понимаю. Если это настолько противно, так а что это запрещать? Да, ну, обычно вот свинину приводят, например, или там басар бахалаф или еще что-то. Не знаю, чизбургер. Наверное, очень вкусная вещь. Я, честно говоря, не удостоился. В России их тогда не было. Здесь уже как бы не ели. Не знаю, тех, кто ест. Наверное, это очень вкусно, скорее всего. Я не знаю. Поэтому обычно все эти диетарные вещи, что как бы это там... Не знаю, диетарные как бы... Может быть, они являются... Хуже от этого человека не становится. Но выставлять их в качестве как бы основных этих самых, это неправильно. Поэтому там идея такая. Человек это не делает, потому что это запрещено. Все. Есть и сурмухлад. А здесь как бы такая штука, что нет и сурмухлад. Есть как бы... Что-то запрещено, а вместо этого что-то разрешено. То есть как бы... Ну, вот такая... То есть мир не делится. Не знаю, иначе как... А в чем тогда против... Как будто это мудэду... Противостояние человека с ес-а-ра. Который ему говорит... Вот давай ешь в асар-бахалат. Никакого это мудэду-то нет. Тогда должен быть умный человек. Ему сказать... Оставь, не слушай его. Иди вымес, ешь, и все будет замечательно. Но это там. Надо пропустить. Просто я как бы... Не знаю. Народ считает, что понятно. Мне это не очень понятно. Но как бы как идея, как концепция я понимаю. Ну, хорошо. Давай дальше. Подожди. Подожди дальше. А, подожди дальше. Окей. Ждем. Во-первых, Натан, не умоляй себя. А, окей. То, что неясно тебе, это означает, что 99% людей, которые соблюдают, будут тоже вопросы. Ну, да. И можно поковырять здесь. Я ковыряю очень просто для себя. Вот откуда взялась фраза? С каждого дерева ешь. И это как повеление. Вроде как ты должен все есть. Так вот написано. Миколец. Написано, написано, написано. И Шеркеттим полет. А и вдруг он этому противопоставляет. И у нас в башке это так откладывается, что есть запрещенное. Но ведь времено, пространственно и духовно, это вообще в разных плоскостях было сказано. Тогда человек был един со всем, что его окружало. И все там в нем было. А запрещать когда стали? Ты вспомни, когда? Когда уже появились этот вот жестоковыйные евреи. Только тогда и стали появляться. Так может быть это упражнение для них было? Для этих жестоковыйных евреев? Я помню во Франции первый раз поехал, и жена в ресторан захотела. Я терпеть их не могу. Пое пошел в ресторан, сел. А они там, собачка рядом с ним сидит. И сам этот раскрывают ракушку. И выпивают это. Меня там прямо вырвало. Меня вывели. Я извинился. И так далее. Значит, ему это хорошо, а мне плохо. Окей. В чем вопрос? У меня нет вопроса. Насчет вырвало я понял. В чем вопрос? Вопроса нет. Есть вывод один. Что вот эти все запреты ЕЦРА борются, не борются. Внутри нас, благодаря ЕЦРУ, мы можем, если хотим, если настроены, услышать голос тонкой тишины, который скажет, э, парень, ты что-то сейчас хочешь шустрить, а ты ведь должен работать на Бога. И ты тогда решаешь, я на Бога, или я вот сейчас эту съем, вот ракушку. Вот и все, что я хотел сказать. Я думаю, что Шерки про это. Окей. Не, ну, без этого. Но смотри, мы как бы сейчас... Идея понял. То, что француза... Такая фраза же была где-то у Кушкина, помню. То, что француза как бы в кайф русскому, понятно, его тошнит. Ну, тут Антоши не русскому называл бы сэдо русскоязычного. Но как бы идея была, концепция, правильно мы разбираем, о том, что Всевышний, который устроил этот мир, этот мир, он цельный. Если человек верит в одного Бога, он не может что-то такое выбросить, сказать, это иметь чему-то другому. Это Бог, который прежде всего говорит, говорит, разрешает, говорит, наслаждайтесь и ешь. Поэтому странно, когда говорится, а этого не ешь. Непонятно. Поэтому как бы насияет... Он сказал ешь. Не этому человеку он сказал ешь ты. И когда Рафшерки, а он умница большой, говорит человек, непонятно, что он там вкладывает. Это еврей? Это француз? Это негр? Или это еще что-то? Нет, это же было сказано в самом начале. Тут ешь, тут не ешь. И мудрецы говорят, что от всякого дерева ешь, тут корень всех положительных заповедей, а от древа познания добра и зла не ешь, тут корень всех запретительных заповедей. То есть вот эти и положительные, и запреты, они находились в самом-самом начале, в основе реальности, еще до грехопадения Адама. Не то, что там жестоковыные евреи и так далее. То есть и Рафшерки разбирается здесь в самой основе реальности, то есть в диалоге Всевышнего с Адамом, когда уже даны положительные заповеди и запреты. И он как бы ведет к тому, что вот этот запрет чего-то не есть. На самом деле он был условный. Было какое-то условие, которое позволяло съесть также и от древа познания добра и зла. Прекрасно. Это вот то, что Рафшерки сказал. Было условие, что можно было. Но это другое. Это мудрецы разбирали, может быть, тоже основание. Но оно к нам, которые живут в 21 веке, отношение имеет как-то измененное. Почему? Подожди, почему? Я не понимаю, какая разница? А тогда духовность была другая. Почему другая? Почему другая? Первый человек не имел ни рук, ни ног. И когда от древа познания ему сказали, не жи, это ему сказали, то ему сказали, не ешь. Ему сказали, что умрешь, если поешь. Но он выбрал умереть. Вот и все. Окей. Хорошо. Давай, знаешь что? Идея понятна. Мы немножко сейчас просто уйдем. Мы очень хорошо, что ты все хорошо сказал. Давай будем дальше вдумать, будем продвигаться дальше. Насчет того, что, понимаешь, исходя из того, что вообще нечего разбирать ни героев Танаха, ни Адама Решона. Почему? Потому что он был с чем-то другой. То есть мы другие люди, мы живем на другой планете, к нам это вообще не имеет никакого отношения. Тогда как бы не смысл вообще все это разбирать. Понимаешь? Не бессмысленно. Мы можем там найти себя. Вот искать себя. Детцера нам помогает благодаря этим книгам. Я пока калмуд не открывал, а только пяти книжек с комментариями читал. Я был вообще как поросенок в хлебе. А потом стал смотреть. О, смотрел. Вот это что-то. Там просто нас оживляет. Ну, как тебе сказать? Ну, оживляют они нас. Ну, нет других у нас христианских книг. Мне надоело читать. Я понял, 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 понял. Александр, я все понял. Идею понял. Про поросенка я не очень, но как бы идею понял. Нормально. Давайте продвигаться вперед. Хорошо? Я еще хочу напомнить, что всю эту тему Тубешвата мы начали в прошлом году. И очень советую пересмотреть тот урок, с которого начинается весь этот раздел в книге. Вот, тогда многое станет понятным. Первое. Я еще хотел сказать. Я куплю эту книгу, и вторую, которую мы учим, тоже. Сяду и буду учить переводить ее. Нет проблем. Я хотел еще сказать только, что, может быть, просто люди, как бы у них это на слуху, они это слышат, и у них это есть какой-то кадрик, который надо объяснить. Смотрите, вот эти вот вещи все в том или ином виде, даже, может быть, не единожды, объяснял Рафьона на занятиях Тубешвата. Но наше занятие заключается в том, что мы хотим… Вообще, идея наших занятий по Раушерке – это то, что делают Хеврути. Мы идем по источникам, мы читаем каждую фразу. В принципе, это очень близко к тому, что говорил Рафьона. Но мы, грубо говоря, не хотим пользоваться, я не хочу сказать, выжимками, а готовыми схемами. А мы хотим более подробно изучать и обсуждать буквально каждую фразу, каждое слово. Мне кажется, в этом есть определенный смысл. Окей, потому что пробираясь, и даже если ты, может быть, не совсем знаешь иврит, но тем не менее, такое подробное изучение, оно как-то, на мой взгляд, откладывается и понимается гораздо лучше. Ну хорошо, Андрей, тут многие были всякие предисловия. Окей, будешь читать дальше? Тогда я читаю. Митхаев Банавшо, подвергающий свою душу опасности. Жизнь, душа – это все, знаете, что называется. Так, и здесь вот сноска, значит, то, что в этом разделе, и после него это все идеи Рава Цви Гуды Кука. Из его статьи «Но Йоши Лилан» – «Красота дерева». Да, в основном, Рав Ширке, по-моему, исцелается во многих вещах. Ну, как бы не в основном, но и в современном, у него два, ну, как бы три, наверное, Рав Кук. Потом вот то, что здесь было сказано «Цви Иуда Кук», это сын Рав Кука, и Рав Юда Ашкинац. Окей, ну, это я с там добавил. Да, да, и часто он пишет вот так же. Вот это идея Рава Кука, это идея Рава Ашкинац. Вот это будет идея Рава Кука. Цви Гуды Кука. Да. Вместе со всем этим мы находим много указаний, предостерегающих нас от очарования этим миром. То есть откат начался. Начался как бы откат. Например, сказано в трактате «Авод», третья глава, девятая Мишна. Раби Шимон говорит. Тот, кто идет по дороге и учит Тору, и прекращает. Передвинь, пожалуйста. Да, да, слегка, слегка, слегка. Тот, кто идет по дороге и учит Тору, прекращает свое изучение и говорит, как красиво это дерево, как красиво эта пашня. Он, о нем говорит Писание, что он подобен тому, кто подвергает свою жизнь опасности. Вот это такая Мишна. Да, вот как. И ее наша задача сейчас понять, да, что она говорит. То есть она как бы нас предостерегает от наслаждения благами этого мира. Да, красотой дерева. Такой невинной вещью. Как наслаждаться красотой дерева. Асурлистакэль алиланод. Запрещено смотреть на деревья. Это входит в противоречие ясной Аллахе. Шульха нарух, орахаем, 226.1. Что цветущие в месяце Несани деревья благословляют так. Благословенный Господь, который не сделал в своем мире недостающим ничего и сотворил в нем прекрасные создания и прекрасные деревья, чтобы наслаждались ими люди. Такую браху, говорят, увидев цветущие деревья в месяце Несан. Вухоля шанам аварех шика халоба оламо. А весь год, то есть во все остальное время, если человек видит цветущие деревья, он их благословляет. Баруха та, у которого так в его мире, да, как-то так. Ну, вообще интересно, да, сама форма благословления тоже интересна. Шика халоба оламо. Как бы, понимаешь, я хочу перевести общий смысл. Шика халоба оламо. Ну, потому что так ему заведено в его мир. То есть вообще не о каком-то... Я вижу красоту какую-то и говорю, вот так в его мире, вот такой красивый мир создал, я так понимаю. Шика халоба оламо. Ну, окей, хотя вообще интересно было, конечно, какой-то к этому комментарий получить. Понимаешь, вообще, значит, лоба оламо. Как бы это вообще все создано для него, а не для чего тебе тогда благословлять, если ты создано для него. Каха лоба оламо. Вообще, знаешь, один из таких, ну, грубоватых, но очень распространенных ответов в израильском речи, когда человек спрашивает, говорит, почему? А как это по-русски? Говорят, почему? Потому. Когда говорят, что лама, говорят, лама, а говорят, каха. Вот эти дети так отвечают. Лама, каха. Или там родители говорят, он говорит, дай конфету. Он говорит, не дай конфету. Говорят, лама, каха. Вот здесь это каха, оно вообще звучит на таком же уровне. Понимаешь, кахало, говорит, лама, а говорит, каха. Кахало, лоба оламо. И все, благословляй, молчи. Окей, ну, хорошо. просто интересная форма благословления первая была как бы более понятно что он у него нет ничего недостающего в этом мире у барабо бриет вот красивый высокий стиль а чё это они так вообще эти самые расцветают красота такая там сакура лама каха наверно во времена гмары не было такой поговорки да понятно же с точки зрения кто был первым понятно что израильских и ивритов взял оттуда не наоборот понимаешь скорее всего что-то вот каха это как раз оттуда и пришло как то ну хорошо давай дальше а валь если дает валашона мишна но нужно разобрать подробнее высказывание мишны лонны и марам и олег бедерах вашу на в мэр мана и ланзы несказанно идущий по дороге и изучающий тору и говорящий как красиво это дерево ешь бы мишна тусэфет шешной мелим есть в мишне добавление двух слов у марсинга мишна то в мэр и прекращает изучение торы тогда говорит как прекрасно это дерево и канше им хая умер мана и и ланзы из этого следует что если бы он сказал как прекрасно это дерево было а я мафсик мишна то и не прекратил изучение торы клумар им раи то айланды и палуб а им раят айланды палуб не мену а ю м шек шель мишна то то есть если бы то что он увидел дерево и впечатлился им это было бы продолжением его учебы а за это раба тогда наоборот айта быках рум и муд для на все было бы в этом возвышение его души да там сказано он подверг свою душу опасности да вот это нефиш это как жизни как душа можно перевести а тут был бы наоборот то есть не подверг опасности душа наоборот возвысил бы если бы он не прервал изучение мишны айта зоид пашту тарата лет хом рахов йотер тогда бы его а тора распространилась на более широкую область а бояши а дам шины то ряд хамишна а мука имя от проблема человека которую описывает здесь мишна очень глубоко ешет сложно и ламон у него есть два мира ешь мишна томик садыхат с одной стороны у него есть его изучение тора а бахидель истакель бейлана аллах влацет лет хомахер но чтобы посмотреть на дерево он должен выйти в другую область а лав ляфсик мишна то ему приходится прекращать изучение тора им кэн гумит хаев бонавшо и поэтому он подвергает свою жизнь опасности и ухай баулам дуалисти потому что он живет в дуальном мире улам и фуцаль мире разделенном идеал в том чтобы он занимался торой и исходя из изучения торы сказал бы как прекрасно это дерево адам шэ бэ мишна тэйну куадам мэдульдаль вот этот человек который в этой мишне он человек мэдульдаль как сказать деградировавший ну мэдульдаль в смысле несовершенно все таки далее это слабый ледолель разбавленный разбавлен но опять как схема ну как бы понятно взросла есть огромное количество ученых который религиозно у нас тут кила из которые занимают то же самое биологии резао ну хорошо когда он занимается зоологии или биологии но не занимается в это время мишна хорошо он тоже мит хаев бэмитапши в этот момент он не учит мишну как можно вместе как как это может быть вместе либо это должно кому-то общем плане что человек человек изучает что-то исходя из общей концепции что любое изучение это является продвижением в каком-то смысле занятие тур не знаю то ну нет по поводу дерева здесь есть ответ то что как ему не прерывая изучение тора насладиться деревом сказать бараху на сказать бараху и таким образом собственно произнесение барахии есть также изучение торы таким образом он включает наслаждение красоты дерева свою тору вот а что касается зоологии у нас было на книге хедош гадоль как раз на эту тему отрывок да где раб говорил что есть человек который изучает там светские науки ощущают что это мешает ему изучению тура и он старается уменьшить изучение светских наук чтобы это не мешало изучению торы но тот человек который видит в изучении светских наук то есть в изучении мира созданного всевышним он видит в этом как бы продолжение Торы, он видит, что он в этом познает мир, созданный Всевышним, и этот человек, его уровень выше. Если он видит в этом продолжение Торы, то он должен больше заниматься светскими науками. Я ближе к Андрею. Мне нравится то, что сейчас сказал Андрей, но я вспомнил еще одну интересную штучку. Помните, когда написал Зоор, ну, выскочило имя. Ну, кто Зоор написал? Шимон. Шимон. Который как раз вот это вот изречение сказал. О, вышел, вышел, там кто-то хлеб пашет, и он так, а, как можно пахать хлеб? Об этом как раз мы будем читать дальше. Ну, пойди посиди там немножко. Приди в божественное состояние. Окей. Я думаю, я думаю, что вот то, что Андрей сейчас сказал, очень-очень близко. Мы не наш мозг, мы гораздо больше. Когда мы его подчиняем нашему духу, тогда есть только Творец. Ну, это не противоречит Мишна и Дереве, если ты в Творце. А если ты башкой там эту Мишну учишь, то ты и не там, и не тут. Вот тебя за это и лупит Мишна, и то, что говорят. Теперь по поводу ученых, ну, это абсолютно точно то, что вот Андрюш сказал. Я это много-много лет практиковал. Когда ты глубоко в деле, у тебя вообще нету никаких разделений. Ну, никаких. Сидишь, пьешь, ты или спать пора, или работа кончилась, или заплатили, получилась. Ты просто внутри. Ты там, ты там что-то делаешь. Там нет, кроме Бога, никого. Потом уже укачать. Оу, прекрасно. Кто-то постучал, пора Минху делать. Ну, вот он меня прерывал из божественного в это время. Я так считал. Но я шел и делал Минху. Я все сказал. Окей. Замечательно. Ну, хорошо, продвигаемся дальше. Дальше. Вообще, дамы и господа, если у кого-то есть что-то сказать, то правильно как-то озвучивать, на самом деле. Да, если непонятно, что-то прерывайте, потому что мы тут читаем на иврите, да, и можем что-то там забыть, не озвучить, что понятно тем, кто... Не понять. Мы можем не понять что-то вообще-то без вашей помощи. Такое тоже может быть. Окей. Ну, хорошо. Так не бывает. Так не бывает. Ну, конечно, не бывает. Хае уламбы, хае аша. Ну, как бы... Жизнь вечная и жизнь мимолетная. Что-то типа этого. Ешгам, малильмот, мишмошэль, балямамарбэ мишна. Аллоуум, лифятэйсот, раби шимон. И даже можно что-то такое выучить из автора статьи, ну, скажем так, мишне, который по одному из мнений является раби шимон. Именно он мог бы выразить свое резкое осуждение тех, кто разделяет мир. Микиван шиу, из-за того, что он сам, более чем любой другой мудрец, не мог бы выразить боль от ауфда ша аулаам михула кишнаэм. Он не мог смириться с тем, что мир резилен пополам. Раби шимон де айна, Раби шимон бар юхай. Раби шимон, это тот самый Раби шимон бар юхай, который нам сейчас упоминал Александр. Ушим и супар Аллах буталмуд бамасахет шаббат, тот, про которого рассказано в Масахет шаббат, шикши яцам мемаара вра, мемаара вра, нашим узким бабудот адматам, когда он вышел из пещеры и увидел людей, которые занимаются как бы сельским хозяйством на своей земле, и трагес меот ва амарон, сильно рассердился и сказал, манихим хае и уламы, вылуским баба хае и ша, это что они оставляют жизнь вечную и занимаются насущными вещами. Лихура дворимы тмуим, представляется, на первый взгляд, что эти вещи, ну, как бы странные. Минаен лолы Раби шимон шеем манихим хае и улам. Откуда вообще у Раби шимона такая идея, что они оставляют вечный мир или вопросы, связанные с вечным миром. У Лаев... Это здесь вечная жизнь, скорее. Вечная жизнь, да-да-да, вечная жизнь. Ну, да, ну, хорошо. Окей. У Лаевским мем гамбе хае и улам и гамбе хае и ша. Может быть, они одновременно занимаются вечной жизнью, жизнью быстротечной. Эла ши шаарит Исраэля айта натуна аз тахат шелтунам шерумаим. Наверное, из-за того, что те, кто выжилили, остались евреи и израильтяне в то время, они были, находились под властью римлян. Там еще важная сноска есть, 24, да? В каком контексте идет вот это высказывание? Хорошо, да. Давай прочтем. И вот это вот слова раби Шимона бар юхая, они появились в Алмуде на фоне его, как бы, рассуждений или спора, дискуссии между ним и между двумя другими мудрецами раби Йудава, раби Йоси. Ибо и би раби Шимон эт декурто аль пито хаарас аль еде румаим. Это известно, да. В котором, ну, вот в этом, как бы, обсуждении, это раби Шимон, он выразил, высказал критику в отношении развития земли, в смысле, земли Израиля, которым осуществлялась с помощью римлян. Шикольма Асегем, Шилолы Шем Шамаем. Почему? Потому что все, что они как бы делают, делают не для Илышем Шамаем, не во имя небес. Все здесь кончает. Ну, дальше продолжение, по-моему, более-менее известно. Нет, нет, нет. Я даже сновку читаю. Вернись. Да, 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 я понимаю, да, но, как бы, там сноска, я думаю, что она переходит на следующую страницу. Ну, да, то есть там, по-моему, там, образование, разговор такой, что они строят эти самые бани для того, чтобы увеселительное было, строить мосты для того, чтобы там быстрее, все такое, а не Лышем Шамаем. А они ему, видимо, отвечали и говорили, что это, то, что они делают, Румаим, это способствует, как бы, развитию страны. Наверное, по-моему. Да, стоит ли развивать страну, если она под властью римлян? Ну, да, 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 вот такой вопрос. Окей? Ну, хорошо, это тот фон, на котором Талмуд приводит вот это вот высказание Шимон Бар-Юхая, его критику в отношении людей, которые занимаются насущными проблемами. Да, а откуда вообще, как бы, да, откуда вообще этот раби Шимон, откуда вообще он берет, что они оставляют вечную жизнь. Но Масав Козе Кулейт подход цивилизационит и Матан Кохла империя Роми. И, как бы, в такой ситуации, то есть, ну, не надо, видимо, в контексте его слова понимать, они вырваны из контекста. Контекст был тогда, что любой, как бы, технический прогноз развития цивилизации, это было на руку Римской империи, которая, как бы, угнетала евреев, разрушила храм и так далее. То есть, отрицательная сила. Масав Козе в этой ситуации Колейт, а, да, это я бы читал. И Мадаме Хурешат Адамам Бизман Широмаим Шулким Берс Сараэль Симан Шиуме Нехаэлам. И поэтому, как бы, видимо, из этого следует вывод, человек, который распахивает землю в то время, когда римляне властвуют над землей Израиля, это символ того, что он как будто оставляет вечную жизнь. Шуузу Неха Тахаим Айдеалем, Шибаим Исраэль, Эмма Шпин Болом. Что он оставляет идеальную жизнь, в которой евреи, они воздействуют на мир. И занимаются, как бы, ежи. Сейчас с ее минутными проблемами, шель парнаса, да, вот как раз это пропитание, айшит, своего личного, альхешбон анэцех Исраэль. В счете вечности Израиля, в смысле, что заниматься продвижением или приближением вечности Израиля, в смысле, чем-то высоким, занимаясь чем-то низким. Но опять же, тут вот привязка, по-видимому, связана с Сауми, с римлянами, это он не просто так сказал. И это совсем не похоже на то, когда Израиль, в смысле, евреи, находится на своей земле. Я думаю, в смысле, независимым образом, то есть, в силу своей, как бы, мужества и все прочее, освобожденной от иго чужеземного. Думаю, что это, как бы, таким образом пытается, ну, не то, что пытается, и даже не то, что оправдать, а подвести основание под развитием самовременного Израиля. Такая, наверное, идея. Азай Адарава, тогда, как бы, вообще наоборот, аусек бехаей шаа, мехае, аусек бехаей шаа, мехае эт шаа, меко хаеолам. И тогда тот, который занимается, ну, вот этими каждодневными заботами, он вообще занимается им, исходя из общего понятия продвижения высоких вещей, вечной, вечной, вечной жизни. Это тот самый раби-шимон, который не выносит или не выносил вот этой разницы, зазора между двумя мирами. И тут не надо видеть, как бы, пренебрежение миром, этим миром, то есть миром, в котором живет человек. Адараба, Адараба это наоборот. У Махши в кольках это аулама зэши эйну яхоль лирхото бышфилуто. Он настолько, наоборот, ценит этот мир, настолько, что он не способен видеть его, шэйну яхоль, видеть его, как бы, своих каких-то низменных проявлениях, не знаю, у Мишумках мухан листапэк бэмми бэмми минимума ахрэхилы киуму. И поэтому он готов удовлетвориться только те минимумы, которые необходимы для выживания. Кфиши ахэнкара. Как это действительно произошло? Шэмэшэх шэмэсээшана аяний зонбэмара бэмэара мэмээм бээхарувим бельват. Когда в течение 12 лет, находясь в пещере, кормился исключительно водой, и как это по-русски называется? Сахарув сабельное дерево. Воды рожкового дерева или хлебного дерева. Да. Я его видел на самом деле вроде месяц тот самый, что не понятно, как его есть. Немножко такие длинные, по-моему, это сабельное называют. Нет, я ел. Мне, кстати, понравилось в Израиле. Да, серьезно? Да. Ну, хорошо. Может, я с голодухи. Такие вот, как полумесяца валяются. Они жёсткие обычно. Они опадают еще. Да? Мог бы 12 месяцев жевать? 12 лет жевать мог? Нет, это, конечно, не важно. Ну, хорошо. Так, ну, хорошо. Вот это вот последнее. Мне как-то вот это вот. Когда правят римляне, это унижение этого мира. Когда правят Израиль, тогда этот мир начинает подниматься. И тогда, как здесь сказано, тот, кто занимается работой на земле, он оживляет этот мир, как тут мэхайе таша мэхайе таша мэхайе улам. То есть, он оживляет повседневное в вечном. И вот это, как бы, идеальное состояние. Да? Когда пришли римляне, тогда вот нарушена вот эта связь между вечным и временем. Временным, и тогда нужно бежать в пещеру и там питаться плодами рожкового дерева. Потому что иначе ты усиливаешь вот этих римлян, которые расщепляют мир надвое. Вот это, на небо и на землю. Ну, как-то так. Хотя напрямую это не очень. Ну, это как бы идея в том, что если бы Шимон Бар-Юхай очутился в современном Израиле, то он бы в пещеру не убежал бы, а он бы работал в файке. Ну, окей. 2% Идея будет. Окей. Савану. Ну, хорошо. Народ, вопросы к Шимону Бар-Юхаю, к Андрею, ко мне? Ну, вот тут Орли задала вопрос, чем тогда питаться. Но тут надо вспомнить еще одно рассказ Раби Шимона, да, у них был спор с Раби Ишмаэлем, если я не ошибаюсь. Раби Шимон говорил, что нужно заниматься только торой, а Господь пошел пропитание. Раби Ишмаэль говорил, что нужно в свое время, когда положено пахать, когда положено собирать урожай, а свободное время заниматься торой. И дальше Талмуд подводит итог. Те, кто пытались делать, как Раби Шимон, у них не получилось. Те, кто пытались делать, как Раби Ишмаэль, у них получилось. То есть Раби Шимон такой уникум, который мог жить в пещере, и Господь давал ему пищу. Но у нормальных людей так не получается. То есть Талмуд не советует следовать за Раби Шимоном. Это доступно только отдельным единицам. Ну, да, окей. Ну, во всяком случае, так как это разруливает Раби Шимон, наверное, следуя за кем-то, что основная как бы поэнта была не в том, что он вообще говорил, что это за его датом какой-то заниматься какой-то чушью, землю пахать. Гораз лучше в пещере сидеть, кабалой заниматься и есть опять тот самый дирет, который Андрей тоже пытался, только немного. Вся идея в том, что это тогда были как бы Римы и Вниши. А это совсем другой поворот, конечно, да. Окей. Что все-чередские евреи в этих вне, которые сидели и продвигали, что-то такое интересное. Тов, ну, хорошо, другой вопрос. Вот там это точно было, а вот Азара все. Да, Гриш, мы с тобой. Спасибо. Хотел сказать, что есть еще одна тема. Да, давай. До сих пор, ну, за исключением римлян, вроде бы шла речь об исключительно природных созданиях, а не то, что создано человеком. Вот, часто мы, сейчас мы все чаще имеем дело с какими-то там новыми промышленными революциями, там, айфонами и так далее, и так далее, и так далее, вот, и означает ли это, что нельзя быть ретроградом в этом плане? Потому что, вот я, например, себя отношу и знаю других людей, которые, вот как бы застряли где-то в прошлом, и часто мы между собой говорим, не принимаем этот новый мир, очень многое нам в нем не нравится. Окей. Ну, ответ Равашерки, он же тебе дал, он сказал, что если ты живешь под, не хочу сказать, под Путиным, если ты живешь не под израильской властью, тебе нельзя пользоваться телефоном, правильно, а если бы ты был в Израиле, вполне нормально, телефоном можешь пользоваться. отлично. Он нам все объяснил, вообще говоря. Но, если не смеяться, смотри, не знаю, невозможно остановить, не просто банально говоря, нельзя остановить технический прогресс, невозможно заставить человека запретить использовать свой цех интеллектуальные возможности для того, чтобы развивать этот мир. В какой-то смысле это тоже ответ на то главное послание, как сказано, ешьте от всех этих самых. И то же сказано, сказано, завоевывайте этот мир, обрабатывайте сад. У Адама решено, его сад, это был сад. Для нас сад, это в том числе и телефоны. Другой страны, всегда есть, как бы, понятно, есть параллельные вещи, это может увести туда, это туда, когда он выбирает, как правильно, в каком виде правильно. Многие люди, которые находятся за границей, мы сейчас были в Греции, там люди гораздо меньше разговаривают по телефону, чем в Израиле, в Израиле все чокнутые просто. Просто, в любой месте все люди приходят на встречу с кем-то, в рестораны, там, дейты и все, они прежде всего вытаскивают телефон и начинают по телефону смотреть. Это безумие какое-то просто. Ну, да. А Стругацкой, между прочим, предсказывали научно-технические контрреволюции. Я думаю, что они скоро будут. Смотри, даже в хоридимном мире мы знаем, да, которых ограничивают специально, чтобы они не разбрелись по свету, да, и им запрещены эти телефоны, у них обычных даже СМС нет. А с другой стороны, это тоже все постепенно. Очень трудно поставить стенку, эти стенки рушатся, понимаешь. Куча людей, этих хоридимных, у которых два телефона. Один кошерный, другой не кошерный. И там, когда человек там шеду делает, и все, его отслеживают, какой у него телефон, если он кошерный, не кошерный. Тем не менее, все равно, все это интернет, и все везде. В Мяшаре весят огромные плакаты. Самое главное, не пользоваться интернетом. Это самое главное, как бы, беда в мире. Сэда, но мы тоже пользуемся интернетом. Смотри, но мы сейчас не порнографией, грубо говоря, занимаемся. Как бы пример, пожалуйста, вот мы можем использовать это что называется «Мэромэмим интернет». Поднимаем интернет. Он бы без нас упал все хедрее. Ну хорошо, прочитаем еще что-то. Да, как раз последний раздел на сегодня. Он закончит тему, и дальше будет новая тема. «Просдор вэтроклин». Коридор и зал. Существует другая версия нашей Мишны. Той Мишны из Авод, где человек смотрит на дерево и прерывает изучение Тора. «Бимком раби Шиман еш горсим раби Яков Омер». В другом варианте это говорит не раби Шиман, а раби Яков. «Гам бэ гирса зо шам а танагу маш маути бэ йотер». И также в этой версии имя Таная, которое ее высказывает, то есть раби Якова в данной версии, оно очень значима. «Кефишэ пирэш зод хараф цви гуда». Как объясняет этот раб цви гуда? «Раби Яков губа ацмо баля мишна гаумерет». «Раби Яков», он автор следующей Мишны. «Раби Яков умер». «Раби Яков говорит, «Этот мир подобен коридору перед миром грядущим». «Приготовь себя, подготовь себя в коридоре, чтобы ты смог войти в зал». То есть у нас есть мишна про красивое дерево. И есть два варианта ее автора. «Раби Шимон», «Раби Яков». До этого мы пытались понять, что мы можем из нее выучить, исходя из того, что ее сказал «Раби Шимон». Изучим другое высказывание «Раби Шимона». По другой версии ее сказал «Раби Яков». И теперь мы пытаемся понять, что мы можем выучить из того, что это ее сказал Раби Яков, взяв другое высказывание Раби Якова, что мир подобен коридору, перед улам-аба, подготовив себя в коридоре, чтобы войти в зал. Чему учат нас Раби Яков? Тогда получается, что и коридор, и зал – это две части одного дома. То есть этот мир и грядущий мир, они соотносятся друг к другу. И возможно осветить коридор цветом зала. Каким образом? Открывают и видят вечную жизнь в жизни временной. Таким образом коридор становится частью зала. Зо гадриша шель Раби Яков. Таково требование Раби Якова. Если ты прерываешь свое изучение Тора и говоришь, как прекрасно это дерево, это очень критично, очень проблемно. Ты должен сказать, как прекрасно это дерево именно исходя из продолжения своего изучения Тора. Это то, что мы пытаемся сделать в Ту-Би-Шват. А как определить, если человек сказал, исходя из Мишны или нет? Надо такой датчик поставить. Как прекрасно это дерево. Как прекрасно его дерево. Тебе говорят, ну все, парень, ты смерть заслужил. Почему? Ты знаешь, каким ты это тоном сказал? Ты должен ему сказать, что он другим тоном. Как прекрасно это дерево. Тогда мы сразу поняли. А, ну это он говорит исходя из Мишны, конечно. Нет, наоборот, если бы он впечатлился, как прекрасно это дерево, тогда он прервал Мишну. То есть он должен был минимум сказать браху. Вот тут нам приводится шельха на руку, что человек видит деревья, он должен их благословить. А тогда это является частью изучения Торы. Другой вопрос, с каким намерением. Реально он чувствует, что он наслаждается красотой, созданной Всевышним или нет, когда он наслаждается. Либо наоборот, он может ничего не говорить, но осознавать, что это дерево создал Всевышний. Это уже как раз нужен датчик намерения. Напоминает Машу и Медведь. Не садись на пенек, не ешь пирожок. То есть как бы увидел сразу, давай быстро говори браху. А как же быть в вопросе с женщинами? С женщинами? Да. Что с ними? Она же не обязана изучать Мишну. Вот она идет и восхищает. Не, про женщин вообще не говорится. С женщинами все проще. У них нет, с ними нет проблем. Они вечный мир, они вечный мир получают просто бесплатно. Мужики должны здесь сражаться, у них всякие могут быть проблемы и все. Они могут отвлекаться на что-то. Женщин – святые создания, ничего не надо. Они и так воспринимают это уже? Думаю, что да. Слушай, все истории в Талмуде. Ты когда-нибудь... Я не знаю, там же нет истории типа Шимон Барьюха. Какая-то женщина забралась в пещеру и учила там чего-то. Да и нет. Но горшка стоит на ней. Такая и нет. А почему нет благословения при виде женщины? Хорошо. И так понятно. Нет вещей, которые и так понятны. Зачем? Это по умолчанию, наверное. Да, и так понятно. Да. Но все равно же читают перед шаббатом. Ну да, вот Эшетхай, говорят, да. Бой бабы, например. Ну там написывается, как она пашет со страшной силой. То делает, это делает. Смотрите, я вам скажу свою штуку. Она тут на хаму нет, она меня сейчас не сожрала, съела бы. У меня как бы общее ощущение такое, общее ощущение. Мне кажется, Рапширке, он как бы, чем он все время занимается? Он занимается чем? В христианстве очень просто. Я как бы не занимался никогда христианством, там, серьезно, там, ну, Соловьем уж как-то, мол, я считал. Ну, как бы там идея такая, там просто, там не смешивается, там говорится. Этот мир, это соблазн. Да, там этот Павел, который боится, что жениться, чтобы не гореть, и все. То есть изначально разделяется, говорится. Этот мир, он уводит нас. Лучше это все, это скоромное все. Ну, это понятно. У евреев это не так. Но когда это не так, и когда у тебя есть, как бы, странное соединение одного и другого, вот все время начинаются эти перерывы. С одной стороны это так, а с другой стороны это так, с другой стороны это так. Я не говорю, что это плохо. Это действительно надо каким-то образом научиться делать одно и второе, и чтобы это было совокупность. Ну, поэтому все время получается, это так, но это и так. Дерево увидел, ты не можешь сказать, не-не-не, это дьявол, это все там дерево, зачем? Все, я сейчас усидеть, вот как бы учить и заниматься. Нет. Ну, вот сказал Браху, все, собак. Нормально. Но тут есть еще вариант, да, что когда власть Израиля, на земле Израиля, тогда даже без Брахи, да, любая, как бы, работа земная, она является небесной. Ну, да, но это такой религиозно-сяневский подход, по-моему, надо было Равшерки спросить, да. Но Браха тоже появилась не сразу, поэтому раньше тоже люди как-то соединяли в Единстве, это все. Ну, смотри, тут вообще как бы мы же знаем, что Равшерки в других книгах, он говорит, вплоть до того, что даже Авода Зара, как в Двуопокосе, в какой-то степени это было выражение людей, их подключением к чему-то высокому, выход из материального, и все, они просто по-другому не могли сказать. Ну, так что, да. Окей. Ну, во всяком случае, как бы, мне кажется, действительно, главный, как бы, Эдгар, в том смысле, что главная задача иудаизма, главная задача двуязного человека, это очень трудное соединение двух миров. Наверное, очень мало людей, которые могут сто процентов быть, вот, вообще говоря, сто процентов быть в одном и в другом. Потому что обычный человек, например, занимается каким-то делом наукой или чем-то, он обычно дико вовлеченный, он не спит ночами, он может пропустить шахрит, он может запустить бараху и все прочее, потому что он дико поглощен. Если он не поглощен, то просто он не сможет продвигаться в своей области. Как быть так, чтобы быть и так, и так, и так, и так? Ну, не знаю, наверное, есть какие-то идеальные люди, которые, как бы, таки? Все это? Не знаю. Не практика. Ну, вообще практика, смотрите. Мы видим, что улам разделен. Как бы, есть мир раввинов и мир ученых. Штейн не был ни раввином, ни вообще глигиозным человеком в противном смысле этого слова. И большинство раввинов, насколько я понимаю, они не являются учеными. В нормальном понимании этого смысла. Поэтому, кто так может соединиться, быть 100% лоббериским ноболевым лауреатом, быть 100%... Грубо говоря, садировинов нет ноболевского лауреата, так, грубо говоря. Но вообще, конечно, если еврейский народ настолько разделен, что человек из нерелигиозной среды, становясь, допустим, религиозным, фактически, как бы, почти как гер во времена Рут, присоединяется к другому народу и абсолютно рвется своим прежним окружением, но это точно ненормально. И, конечно, это как-то надо что-то с этим делать. По-моему, Рав, наверное, об этом думает. Конечно, да. Ну, да. Грубо говоря, Рав хочет провести, подвести платформу под, не знаю, это звучит банно, под здоровый образ жизни и евреев, и вообще всего человечества. И вот идея здесь с праздором, ну, это красиво, мне это понравилось. Человек действительно в каждом своем деле, он будет видеть отцвет чего-то высшего, духовного и так дальше. А не просто заниматься развитием телефонов. Почему? Потому что, ну, как бы, начальство платит бабки, и, как бы, неважно, что из этого дальше получается. Понимаете, никакого тут праздора и тараклина нет. И тогда можно и к атомной бомбе прийти, и так дальше. Даже как бы все время это виден, да. Опять же, это же банальные вещи, ничего никому не открывало. Это, знаете, лучше меня. Что, как бы, весь мир находится в совершенно сумасшедшей гонке. Почему? Потому что, как бы, этика, мораль, и, опять же, вот этот отцвет этого праздора, если хатраклина, да, он никак не виден в праздоре. То есть, мы, человечество все время обгоняет, и все время придумывает какие-то примочки, которые готовы всех, как бы, угробить, и все. Это все время, как бы, общая проблема. Поэтому то, что делает Раф Шеркин, он, как бы, обувает человечество и заставляет его больше думать над тем, что происходит, а не просто использовать свой, как бы, интеллект и, как бы, желание больше заработать, продвигаться, то, сё, пятое, десятое. Поэтому мне, вот, очень эта метафора или образ траклина и праздора, мне это, как бы, понравилось. Мне это, лично, как бы, говорит, отвечает. Как это сделать в реальной жизни, у меня, это очень сложно. У меня, вот, вспомнил, это всегда, как Шламопис сказал, во всех путях твоих познавай его, и он направит тебе твоё. Чем бы ты ни занимался, и это какой-то инструмент для тебя познания его, и он направит тебя. Садр, у него там был пищежон тоже, всё, но он тоже на всех путях. Это политические были? Да, наверное, но, смотри, вот, кстати, про того же Раф Шеркин я подумал, да, вот это, может быть, ответ на твой вопрос. Я не думаю, что я для кого-то это открываю, как бы, планеты, это известно, да, и вы, конечно, это не скрываете. Я довольно часто бываю дома у Рафа Шеркин, ну, там, по связи с Бритулом. У Рафа Шеркин жена, она, как бы, ну, я не знаю, она, может быть, не мирового масштаба, но она вполне в рамках Израильска, она вполне, как бы, учёный человек, она занимается биохимией, насколько я понимаю, преподает, и всё, работала в ТЭВИ, так что она вполне, пожалуйста, вот тебе, как бы, ответ. Окей, мне кажется, может, я запись, что ли, не включил? А, нет, есть слегка, слегка. Татьяна очень хорошую фразу напомнила, на всех путях познавай его, и он всё тебе сделает. То же самое, помните, это про Бельбадо, нет никого, кроме него. Если это в тебе сидит, что нет никого, кроме него. Какая разница, что ты делаешь? Да убери немножечко себя, и делай, что тебя жизнь заставляет. Я приехал сюда, меня жизнь отправила на стройку, кстати, в Малиадумим. Ну, пахал там, и что делать? Может, благодаря вашим усилиям мы живём в этом доме. Ну, может быть, через три года пригласили в хай-тек, ну, хорошо, туда, и так далее. Так как-то шло, 30 лет. Ну, надо было в башке немножко держать это, что не только всё о семье и о бабках думать, но о он, кроме него-то нет ничего. В этом наши все боя, что мы думаем, что что-то происходит. Там гонка, война, арабы. Ну, он присылает. Между собой грызёмся. Кстати, смотрите, я честно говорю, мне такие вещи, они... Это на уровне лозунгов. Они нормальному человеку мало чего говорят. На всех путьях. Давай не про нормального. Давай ты попробуй. Давай ты попробуй. Ты же утром встаёшь и говоришь, спасибо, что я живой. Да. Ну, говоришь, ты в это время о нём думаешь. И как происходит? Опять, трудно приводить себя в качестве личного примера. Я как бы всем советую, действительно, тем, кто просыпается, говорить, мудай, а не луфанеха. Конечно. По-моему, это хорошее начало дня. Сказать, что я таким образом вот вижу от свет будущего мира ещё. Да нет, ну, как бы в туалет хочется, покушать тоже хочется. Я тебе должен сказать по секрету, тебе лично, чтобы никто не слышал. Да. Я когда приезжаю на работу после машины, я тоже говорю, мадай, а не луфанеха. Когда я захожу и меня не увольняют, я тоже говорю, мадай, а не луфанеха. Когда что бы ни происходило, я иду воду пить, я говорю, браху на воду. И ещё говорю, спасибо, что ты живой и меня сделал живым. Замечательно. Я как-то живу. Ну, вроде работает, нет? Ну, вроде работает. 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 Ну, вроде работает, да? Ты 70 лет дотянул. А вот ещё в Захарии мы же стремимся к этому, и будет Господь царём на всей земле, и в день тот будет Господь один, и имя его одно. То есть во всём мы будем видеть его проявления, а не просто, ну, как бы, творения. А вот видеть в этом дереве – это проявление Всевышнего. Отлично. Давайте споём Аллилуйя, и на этом закончим занятия. Всё, что угодно споём. Но это не смешно, это наша работа. Хорошо, я не против. После разрушения второго храма иудаизм был переделан, и мы в нём живём 2000 лет. А теперь нам опять надо его как-то немножечко сделать так, чтобы мы двигались по коридору чуть-чуть быстрее. Ну, хорошо, мы стараемся. Мы стараемся. Потому что коридоры кончаются стенкой. Окей, ну, хорошо, господа и дамы, мы что-то продвинулись. Всем спасибо. У нас сложные материи, правильно? Ну, я надеюсь, что кому-то это как бы помогает. Окей? Мне эти занятия нравятся. Надеюсь, остальные тоже. Нет проблем. Андрею, спасибо огромное. У нас впереди, через 15 минут будет занятие ивритом. Пожалуйста, разбор прошедшего недельной главы. А как бы в завершении, в дополнении, вечером мы будем обсуждать учения израильского спецназа. Бо как. Готов. Давайте. Всем счастливо. Пока. Счастливо. Пока-пока. Продолжение следует.